Две бронзы и то хорошо. Атлеты Ненецкого округа вернулись с первенства Северо-Запада по греко-римской борьбе. Представительский турнир проходил в Мурманской области, а именно в городе Алинигорск. За медали в прямом смысле слова боролись 108 спортсменов. Из восьми регионов от нашего на первенстве выступали шесть человек. Все результаты у Сергея Журавлева. Когда атлеты только улетали, Роман Расподнюк пообещал вернусь с медалью. Слово свое сдержал. В упорной борьбе он завоевал бронзу. Для него это уже четвертое соревнование, но перед каждым волнуется так, как волновался перед своим первым выходом на татами. Выиграть медаль, хоть и не золотую, признается спортсмен, помогла поддержка родных и близких. Там соперники были сильные, но там они уже не на первых соревнованиях участвовали. Копилку сборной пополнил и Александр Ардеев. Он тоже взял бронзовую медаль. До первого места, говорит атлет, не хватило совсем немного. А ведь награда высшей пробы – мечта каждого. Она гарантирует прямой выход на первенство России. Для того, чтобы удачно отбороться на этих соревнованиях, более удачно отбороться на этих соревнованиях, необходимо просто перед официальными соревнованиями, перед первенством Северо-Западного федерального округа, обязательно провести хотя бы 10-дневные сборы. Отсутствие сборов – это, пожалуй, главная причина, по которой нашим борцам не удается на соревнованиях высокого уровня подняться на первую ступень педестала. Сейчас вся подготовка у ребят ограничивается тренировками в зале единоборств. А этого, уверяет тренер, явно недостаточно. Кстати, впереди у спортсменов очередной турнир – «Спартакеада народов Севера». Она стартует уже 29 октября и пройдет в Оркуте. Защищать часть округа будут 4 борца. Впрочем, в их победе сомневаться точно не приходится. Сейчас я на собственном примере проверю силу наших спортсменов. Да, с этими ребятами шутки плохи. Сергей Журавлев, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Продолжение следует...